Дожились. Хотел жить по минимализму и на тебе. Здравствуйте, мои друзья. Добро пожаловать в мою новую квартиру. Как вы знаете, раньше у меня была офигеть, какая заваленная студия. Там было столько барахла, что я не знал, куда его девать. И тут я все взял и вывез. Ну и съехал с квартиры, потому что хозяева сказали, чтобы мы съезжали. Пришлось очень быстро и в темпе искать другую квартиру. Я мониторил все. Ничего не нравилось. Постоянно бабушкины обои, бабушкины шкафы, эти здоровенные кульные кресла, ковры и все прочее, что многие из вас не любят, я уверен. Но вот мне попался именно этот вариант. Он очень близко к центру, он минималистичен, он светлый, небольшой. И в нем есть все самое необходимое. В общем, все сделано с умом. Тут даже замок в дверях по карточке. То есть, чтобы зайти, вам нужно приложить карточку к замку, и тогда вы входите. Также я был придирщик к подъезду, а подъезд здесь устроен очень прикольно, чисто, приятно, и нет никаких этих долбанных папоротников, которые бабушки обычно в подъездах понаставят. Слева от полки с телевизором находится зарядная станция, которую я сделал из икеевской табуретки, под которой находится мусорка. Ее я сделал из горшка для цветов, из той же икеи. Рабочая зона состоит из раскладного стола, его мне вполне хватает, чтобы работать за ноутбуком, и с блокнотами, в которые я часто записываю идеи для Илона Маска на миллиарды долларов. Стол небольшой, не маленький, а табуретка из икеи служит прекрасным стулом для продуктивной работы. Кухня также небольшая, готовлю я мультиварки комфорта, я не пользуюсь, просто в эти кадры мультиварка не попала, я добавил ее чуть позже. Ну и чтобы не захламлять ее, я оставил на ней только графин с водой и кружку, все остальное я убрал в полки. Кстати, одну часть кухни я использую в качестве также зарядной станции и полки для своей ютуб кнопки. Нижняя часть кухни это полки и стиралка, в которую можно кинуть кирпич, чтобы она по всей квартире летала. Полки на кухне очень удобная штука, потому что туда можно убрать все лишнее, и таким образом, чем меньше хлама, тем просторнее кухня. Диван раскладной, двуспальный, фотографию я купил у одного нью-йоркского фотографа всего лишь за 5 баксов. Блед визуально разделяет диван на кресло и тот же самый диван. Ковер я купил в Икее за 1799 рублей, очень крутой ковер, на нем можно плясать, заниматься йогой, вообще делать кучу крутых упражнений, также он круто вписывается в визуальную составляющую квартиры. У входа большое зеркало с вешалками для кепки и кошелька, я их постоянно вешаю, когда прихожу или ухожу из квартиры. Рядом с холодильником расположены два шкафа, хотя мне бы хватило вполне и одного, так как у меня не слишком много вещей, так что места в шкафах мне вполне хватает. В ванной есть все необходимое для того, чтобы быть чистым, но не так много всего, чтобы чувствовать себя достаточно комфортно. Душевая кабина, унитаз, небольшая раковина и зеркало. Но также круто, что продумали розетку рядом с раковиной для того, чтобы подшить волосы перед самим зеркалом. Короче говоря, если не захламлять квартиру лишним барахлом, то в ней очень даже просторно и комфортно работается. Сам дом трехэтажный, я нахожусь в третьем этаже, у меня есть шикарное окно, на которое можно вылезти, посидеть, починить, придумать. Крутой контент-план, генерировать идей и просто понаслаждаться временем на карнизе окна. На подоконнике я себя очень круто чувствую, это, знаете, как свой мини-балкон иметь. Если дружишь с равновесием, то точно с его не грохнешься, но также и без недостатков, тут иногда голуби летают и устраивают бомбежку. Также у меня имеется здоровенное дерево, которое заглядывает прямо ко мне в окно. С другой части окна можно видеть кусок города и садящееся солнце на закате. В общем, здесь есть все, что нужно. Самый интересный вывод, который я сделал с переезда, у меня есть чемодан и рюкзак, в который я могу положить все, что мне нужно для того, чтобы жить где угодно. И я понял, что нужно жить в стиле минимализм, потому что именно такой образ жизни сейчас позволяет путешествовать и находиться в любой точке мира, не заморачиваясь с огромным количеством вещей, которые тебе нужно постоянно собой перетаскивать. Так что теперь захламленная жизнь остается в прошлом и начинается новая жизнь, в которой нужно только самое необходимое для того, чтобы путешествовать по всему миру и жить где угодно. Я только первый день в этой квартире, еще не знаю, как здесь и что я буду снимать, но тем не менее это очень сильно резонирует с новым проектом и новым введением контента, который я хочу генерировать дальше, потому что теперь я хочу делать обзоры на что-то подобное, на удобную жизнь, на квартиры и интерьеры, а также архитектуру, которую сейчас создают люди. Так что посмотрим, как пойдет и думаю, вам будет это очень даже интересно, потому что это интересно лично мне и я хочу сделать из этого очень стильный и крутой проект.